Из свобод только воля изъявления. Следственный изолятор областного центра готовится к выборам президента. У находящихся здесь подозреваемых и обвиняемых есть право голоса. Поэтому до дня голосования офицеры проводят с ними информационную работу, рассказывают о кандидатах и напоминают правила обращения с бюллетенями. Предвыборную программу каждого избранника народа можно изучить. О некоторых кандидатах на пост спецконтингент и не слышал прежде, поэтому есть над чем подумать. В зоне организован закрытый участок. Работать будут пять членов избирательной комиссии, голосующих более 600 человек. Это конституционное право каждого человека. Поэтому в данном следственном изоляторе у нас все подозреваемые и обвиняемые будут принимать участие в выборах, а также все сотрудники, которые будут работать в этот день и те, которые будут принимать участие в организации данных выборов, тоже будут голосовать со стопроцентностью. С теми, у кого нет паспорта, а такие в СИЗО тоже есть, сложнее, но для них выправляют временные документы, чтобы можно было проголосовать. Те, кто не считает нужным участвовать в выборах президента, обещали не уговаривать. Отбывающие наказания в зонах или колониях поселения права голоса не имеют. Часть граждан, которые осуждены к альтернативным видам наказания, таким как условные сроки, испытательная работа, они голосуют каждый на своем избирательном участке по месту регистрации. Также на учетах в уголовно-исполнительной инспекции состоят подозреваемые и обвиняемые в мере пресечения, которым избрана такая, как домашний арест. Такие осужденные, естественно, им запрещено покидать расположение места жительства, и они будут голосовать на дому. Избирательный участок 18 марта примет и сотрудников СИЗО, которые заступили на службу и не могут отдать голос по месту регистрации.